Привет, друзья! Видеоканал Русская Америка. Меня зовут Юрий Моша. Сегодня суббота, я дома и сейчас записываю видео, которое давно обещал сделать. Первое видео по поводу подоходного налога и вообще налогов в Америке. И это видео ждет несколько человек, поэтому сегодня, надеюсь, они будут удовлетворены. То, что я расскажу. Итак, зачитываю информацию из компьютера, цифры, чтобы ничего не ошибиться. Поэтому такое видео будет посвящено в основном сухой статистике. Итак, первый налог, который мы рассмотрим, это подоходный налог штата. Потом придем к федеральному. Значит, в каждом штате есть правило. И это правило устанавливается властями штата. Какой налог платится в этом штате? Есть штаты, в которых нет подоходного налога. Это Флорида, это Техас, это Аляска. Это Невада, это Вайоминг и это Южная Дакота. Это штаты, в которых нет подоходного налога. Получается, это 8 штатов. Еще раз, Флорида, Техас, Южная Дакота, Вайоминг. А, не назвал еще Вашингтон. Сори, пропустил. Вашингтон. Это, я говорю, о штате Вашингтон. Там, где Сиэтл, это не город Вашингтон. Это Невада, Велас-Вегас и Аляска. Нету подоходного налога. Он нулевой. Если мы говорим о таких популярных штатах, как Нью-Йорк, то налог в штате Нью-Йорк 8,82. Не путайте подоходный налог с налогом с продаж. Это абсолютно разные вещи. Мы к этому вернемся. А в Калифорнии, почему в Калифорнии не любят регистрировать компании? И даже стартапы, которые зарегистрированы в Силиконовой долине и разные IT-компании, которые там зарегистрированы, не только стартапы, стараются в Калифорнии не регистрировать бизнес, потому что 13,3% налог штата. Я вижу, что это самый большой здесь из всех штатов. Это самый большой налог. Поэтому Калифорния невыгодна там работать и невыгодная юрисдикция. Так, дальше. Теперь мы говорим о федеральном налоге. По всем штатам одинаковый. Вычисляется он по гаврессивной шкале, по специальным таблицам. Важен выбор таблицы. Подаете ли вы один или вместе с супругой. Можно и так, и так. Будут разные результаты. Тот или иной способ дает те или иные выгоды. Допустим, вы живущий холостяк. Ваша зарплата 75 тысяч... Живущий. Вы холостяк, живущий один. Тороплюсь. Ваша зарплата 75 тысяч долларов. И у вас нет никаких особых вычетов, то ваш федеральный налог с такой зарплаты составит примерно 18%. Если вы работаете на работодателя, он может вычислять этот налог за вас, выдавая ему чистую зарплату. Если вы работаете на себя, вы должны сами платить налог в конце года. Ну вот, то есть, приблизительно около 20% это вот федеральный налог. То есть, он для всех штатов есть, и этот главный налог, у которого содержится американский бюджет, в том числе и военная мощь Америки. Дальше. Третий налог. Social Security Tax. Этот налог обеспечит федеральную пенсионную программу, программу по выплате помощи инвалидам безработным. Считается этот налог не с налогооблагаемой базы, а с полной суммы зарплаты до уплаты чего-либо и составляет 4,2% от ставки зарплаты. Обычно его уплачивает работодатель, и вам не приходится о нем печься. Не лишним будет упомянуть, что работодатель со своей стороны еще обязан уплатить 6,2% налогов от зарплаты работника. Если вы же работаете на себя, то обязаны уплатить по Social Security Tax за себя и за работодателя 10,4% от своего дохода. Я уже не раз говорил в своих видео, что налоги в Америке очень запутанная вещь. И, конечно, нужно консультироваться с профессиональным бухгалтером. Я лишь даю приблизительные цифры, которые, видите, федеральный налог приблизительный, зависит от членов семьи. Поэтому эти цифры будут рассчитаны конкретно в вашем случае, вашим бухгалтером. Поэтому вы должны это понимать. Дальше. Тут в статье, кстати, написано. Согласен, все довольно сложно. Поэтому практически никто не считает на бумажке. Все, пользуясь специальными приложениями, уже упомянутыми... Что ж я не могу сегодня слова выговорить. Переутомился за неделю. Упомянутыми мною сайтами, которые все красиво посчитают и распишут. Сайты есть. Есть платные. Есть какие-то тестовые бесплатные. Вы можете скачать на интернете. Поэтому вы можете, в принципе, приблизительно рассчитать. Дальше еще важные налоги. Есть налог на недвижимость. В США есть налог на недвижимость, выплачиваемый до владельца. Но он вполне ощутимый. Поэтому стоит о нем упомянуть. Например, у вас дом стоимостью 280 тысяч долларов. Вы будете выплачивать налог на недвижимость, который может составлять от 2 до 5 тысяч долларов. В зависимости от штата. Не только зависит от штата. Еще зависит от района, где вы живете. И главный, наверное, показатель качества недвижимости и качества района – это школы. То есть, помимо того, что есть налог на недвижимость штата, есть еще налог местный на недвижимость. Поэтому тоже это не так все просто. Дальше. Есть налог на продажу, о котором мы говорили. Например, в Деловере его нет. Когда ты покупаешь что-либо. И почему там многие стараются иметь склады, когда занимаются отправками. Мы в том числе имеем там склад. Чтобы покупали на Деловере, а потом можно было без налогов его отправлять. Так вот, не путать, пожалуйста, налог. Еще раз повторяю, я уже сказал в этом видео. Налог на продажу с налогом штата. В Деловере, допустим, есть налог штата. Налог на продажу нет. Поэтому вот такая вот вещь. А в Калифорнии, как есть налог штата, он высокий. Я уже об этом говорил. И также налог на продажу, он 9%. То есть, видите, Калифорния везде. Лидер по налогам. Я вот смотрю, где еще нету. Нету еще налога. Таблица просто такая. На карте и мелко все так написано. Ньюхемпшир, по-моему. Если я не ошибаюсь, этот штат. НХ. Да, получается. НХ. Значит, здесь нету налога тоже. И в Деловере. Больше вроде и не вижу никакие. Если кто-то знает, напишите. А, нет, еще вот есть. В Монтане нету наверху. В Монтане нет. И еще вижу. В Орегоне тоже нет. Есть несколько штатов, в которых нет налога на продажу. Что еще? Ну, есть еще бензин. Здесь же нету транспортного налога. Он вложен в бензин. И это тоже отдельная таблица. То есть, видите, налогов в Америке очень много. Разных платятся они специфически. Зависит от штата. Зависит от ваших членов семьи. Но самое главное, вот о чем я хотел сказать, это вот в федеральном налоге и о налоге подоходном налоге штата. Это все-таки два таких самых ощутимых налога. Наверное, поэтому все-таки вот люди, которые хотят сэкономить, они открывают компании. И мы также рекомендуем открывать компании именно в штатах, в которых нету налога штата. Ну, то есть, понимаете, да, если во Флориде его нет, а в Калифорнии он 13%, значит, вы на 13% будете платить меньше, если у вас будет компания зарегистрирована во Флориде. Ну, если мы говорим там о IT-компаниях в основном. Наши клиенты, например, это компании, которые связаны с интернет-бизнесом. Спасибо за внимание. Если вам нужна консультация налогового специалиста, я с такими общаюсь. И у меня несколько бухгалтеров, которые обслуживают наши компании, плюс компании наших клиентов. Пожалуйста, дайте знать, напишите в Viber, WhatsApp, плюс 1-347-265-6186. Я дам вам контакты этих бухгалтеров. Спасибо за внимание. Всем удачи. Пока. Подписывайтесь на канал Русская Америка.